Под председательством главы города Зайнудина Акмазова в зале городской администрации состоялось аппаратное совещание руководителей отделов и ведомств муниципалитета. Прежде чем приступить к основному вопросу повестки дня, представитель городского отдела полиции предоставил информацию о проведенных оперативно-профилактических мероприятиях на территории города. Под председательством главы города Зайнудина Акмазова в зале городской администрации. Под председательством главы города Зайнудина Акмазова в зале городской администрации. Далее был заслушан отчёт о работе отдела учёта и распределения жилья за 2017 год. По словам начальника Гульхану Махмудовой, отделом ведётся по установленной форме книга регистрации граждан, принятых на очередь для улучшения жилищных условий и договоров социального найма жилья на выделяемые квартиры. Тщательно проводится проверка документов для улучшения жилищных условий. По вопросу проведения перегистрации принято 2785 человек. По вопросам переоправления, восстановления и перевода из очереди в очередь, с общей в льготную очередь, было принято 42 человек. По вопросам выдачи договоров социального найма было принято 15 человек. По вопросу принятия на учёт 79 человек. В 2017 году отделом было рассмотрено 345 письменных обращений граждан, на которые установлены сроки, были даны письменные сообщения. Учёт граждан, нуждающих в учении жилищных условий, ведётся в угол дихосоюз с 1970 года. Отдел был создан с 1980 года в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. От 29 декабря до 2004 года за номер 188. Сроки рассмотрения заявлений граждан о постановке на учёт не нарушаются. Списки, принимаемые у граждан на учёт Жилищных комиссий, утверждают распоряжение администрации ежемесячно. Право состоит в очереди, сохраняются за гражданами, которые были приняты на учёт до 1 марта 2005 года. По ранней действующим законодательствам, не обеспеченные жилыми помещениями. По состоянию на 1 января 2018 года на учёте в качестве нуждающего учения жилищных условий состоит 4387 семей. В том числе общая очередь 1749 семей и льготная очередь 2631 семей. Всего очередей 13. Как отмечает начальник отдела, с августа 2014 года администрация города Хассавюрт участвует в программе обеспечения жильём молодых семей. На сегодняшний день на учёте состоит 455 молодых семей. Из них в программе участвует 52 семьи. В связи с отсутствием свободных земельных участков для выделения под индивидуальное жилищное строительство в земельном фонде города, на сегодняшний день не выделяются земельные участки семям при рождении третьего и последующего ребёнка. Основными приоритетными задачами отдела учёта распределения жилья в 2018 году у нас являются так. Определение работы по организации, упорядочении приёма в отдел учёта распределения жилья всех документов. Продолжение работы по уточнению списка очередников, состоящих на учёте граждан, нуждающих в уточнении жилья всех условий. Усиление внимания вопросом обеспечения сохранности документов. Активизация работы по контролю над обеспечением порядочных документов учётных дел с максимально тщательной проверкой документов при строгом соблюдении жилищного законодательства Российской Федерации. Продолжение ввода информации в программу жилищных условий. Продолжение работы по упорядочению личного дел граждан, состоящих на учёте, нуждающих в уточнении жилищных условий. Своевременно рассматривать заявления граждан и подготовку необходимых материалов на рассмотрение жилищной комиссии и администрации города. Принятие участия и подготовке проведения вделенных мероприятий по памятным датам и вделениям. В свою очередь глава города подчеркнул, что отделу необходимо усилить работу в плане информирования населения о реализуемых федеральных и республиканских программах, позволяющих принимать участие лицам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Далее заместитель глава администрации Исмаил Дадаев отметил, что работа отдела в общем проводится на достаточно высоком уровне. Конечно, имеются некоторые недоработки и недочеты, которые надо устранить, сказал Дадаев. По итогам всех выступлений присутствующими работа отдела была признана удовлетворительной.